Здравствуйте, с вами вновь Александр и в продолжении обзоров на летние прогулочные коляски я хочу сегодня вам рассказать об интересной коляске от компании Mountain Buggy модель называется Nano собственно вот коляска Mountain Buggy Nano в двух словах сначала скажу о ее технических характеристиках она предназначена детям с 6 месяцев до 4 лет и максимальный вес ребенка не должен превышать 20 кг кстати 20 кг для такой коляски это очень крутой показатель в основном все коляски такого рода имеют меньший запас по весу ребенка поэтому это говорит наверняка о запасе прочности этой коляски и весит сама коляска кстати не очень-то и много всего 5 и 9 килограмм она реально очень легенькая вот обзор мы начнем сверху вниз и сначала поговорим о ручке ручка здесь обычная классической формы цельная с прорезиненным материалом обито хват принципе классический приятный такой мягкая ручка ручка ни в каких плоскостях не регулируется находится всегда в одном месте рост у меня метр восемьдесят шесть ну под мой рост большинство колясок подходит с нерегулируемыми ручками но имейте ввиду что вот при моем росте здесь в принципе нормально ну чуть-чуть может быть повыше было бы приятнее ну в общем смотрите вот что касается козырька козырек здесь он не длинный но в принципе достаточно для ребенка здесь вот имеет дополнительную большую секцию поэтому если солнце низко будет хорошо закрывать ребенком от солнца сам материал используемый он тактильно приятный достаточно что-то такое скользковатая такая ткань и я думаю что она будет легко чиститься но такая вот я думаю в этом плане будет здорово вот регулируется капюшон по сути здесь у него есть положение убрать и вернуть обратно промежуточных положений здесь нет что касается самого сидения в коляске сидение здесь большое высокая спинка спинка не гамаком она вот вы слышите она твердая прочная поэтому спинка здесь у ребенка будет в правильном положении сидение здесь с подножкой подножка регулируется тоже вот таким образом и что касается безопасности ребенок держится здесь система 5 точных ремней с мягкими накладками на паховую зону ребенка и на плечевую соответственно вот теперь давайте посмотрим как эта спинка регулируется по наклону используется здесь система ремней здесь кнопочка на механизме нажимаем и тянем после чего опускаем спинку спинка кстати опускается на угол 155 градусов здесь нету полностью горизонтального положения поэтому она и не с рождения а с 6 месяцев чтобы под выровнять соответственно поднимаем подножку и принципе ребенок спокойно себе будет отдыхать вот и что еще не нравится здесь вот в этой части используется москитная сетка летом когда положите спать ребенка открыли и хороших с такой микроклимат для ребенка можно организовать очень удобно для летних прогулок вот это что касается сиденья ткань соответственно здесь используется практически такая же как и на капюшоне она не отличается сидение достаточно мягкая но и из коляски конкуренты у которых сидение будет все-таки помягче так чтобы вернуть обратно спинку нужно потянуть за ремешок двух сторон здесь есть ручки натягиваем все подняли обратно так это что касается сиденья что касается 6 6 здесь металлическое сделано тоже достаточно неплохо так особых претензий у меня к качеству изготовления нет на принципе не особых а никаких все нормально хорошо сделано не люфтит не скрипит все добротно единственное что мне вот не очень понравилось здесь сзади не очень удобный проход к багажнику такой проем не очень большой здесь удобнее ложить что-то если будет поднята подножка что-то в багажник спереди багажник принципе достаточно неплохой для такого размера коляски он здесь именно грамотно реализован по всей площади из-за этого объем получается больше вот так что касается колес колеса здесь небольшого диаметра вы сами видите они не резиновые то полиуретан с пластиком видимо да так он достаточно такой не мягкие колеса вот и что касается амортизации то тут с этим не очень хорошо и и тут практически нет вот соответственно тормоз что за тормоз здесь здесь он стоит на правой стороне индикация красная тормозим синяя едем дальше вот что касается передних колес передние колеса здесь с возможностью блокировки вот заблокировали какая-то неровность проехали разблокировали едете дальше для сельской местности это будет очень даже актуально теперь давайте посмотрим как эта вся конструкция складывается и для того чтобы ее сложить что нам нужно козырек отгибаем нажимаем здесь внутри есть такие кнопочки которые помогут нам сложить козырек прижимаем козырек и собственно складываем вот так это все складывается получается такая достаточно компактная конструкция с помощью этого ремешка фиксируем козырек чтобы у нас никуда не убегал все очень очень маленькая она получается также и здесь есть ремешок там на плечо если хотите повесить обратно соответственно чтобы разложить размыкаем фиксатор который закрыл колясочку чтобы она сама произвольно не разложилась все можно ехать соответственно вот и сейчас я хочу показать вам ее самую такую необычную фишку этой коляски сюда можно установить автомобильную люльку причем любого производителя обычно чтобы на коляске установить автолюльки нужны такие пластиковые штуки адаптеры называются и на которые вы уже устанавливаете люльки здесь производитель пошел своим путем очень круто придумал сейчас покажу как это все работает берем люльку ставим ее вот вот таким образом здесь снизу есть два ремня который не отстегивается они всегда здесь присутствует берем пропускаем ремни и защелкиваем сверху люльки ремни здесь натягиваются поэтому всю конструкцию можно еще дополнительно приезжать а кому покажется этого мало в комплектацию входят вот такие вот скажем так до натяжители всей этой конструкции вот здесь через ручку пропускаем и проводим сюда здесь снизу есть специальный крючок за который можно зацепиться это же делается и с другой стороны вот таким образом и все теперь это можно сказать монолитная конструкция ну все пошли гулять все очень просто можно даже своим козырьком дополнительно еще накрыть если будет мало вот по моему производитель реально здесь придумал интересную фишку и огромный плюс в этом плане этой коляски нету заморочек там с каким-то брендом еще что то какая есть мы поставили пошли гулять без забот вот это в принципе все что я хотел вам рассказать по поводу этой коляски маутин багги на на по поводу комплектации в комплектацию здесь входит как я говорил сумка транспортировочная также для хранения можно использовать и больше ничего по большому счету если вам нужен дождевик и москитка этот комплект продается отдельно можно это докупить поэтому проблемой это не является вот что касается моих впечатлений от этой коляски они достаточно положительные не единственное вот не нравится вот мне кажется маловат и колеса принципе по большому счету ну и маленькие маленькие крутятся и крутятся ничего страшного в этом нет ну вот как-то увереннее себя чувствуешь когда колеса больше ну это мое личное мнение вот но для города торговых центров там где-то в отпуске погулять по городу и и будет более чем достаточно она именно для этого и предназначенным вот поэтому учитывая еще стоимость она стоит по сравнению с ее прямыми конкурентами можно сказать что недорого поэтому цена и качество соотношение здесь очень неплохое и поэтому можно и смело рекомендовать для рассмотрения к покупке вот и выбирать уже но выбор уже соответственно как всегда за вами вот но я бы рекомендовал взглянуть и заключение хочу я поблагодарить магазин 1 коляска который предоставил нам ее для обзора и мир автокресел который предоставил нам люльку это люлька от компании рекара модель привия называется так топовая модель у компании рекара вот одна из самых безопасных вообще на рынке вот спасибо мир автокресел за то что нам ее тоже дали и если этот обзор вам был полезен и понравился ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал ну а вам собственно удачи и правильного выбора всего доброго